Всем привет! В эфире Универ Ньюз, а в студии я, Лилия Баталова. Наша команда подготовила для вас самые важные новости. Итак, смотри сегодня. Казанский федеральный университет посетил известный ученый-методолог Петр Щедровицкий. Ректор Казанского федерального университета Ильшат Гафуров провел встречу с руководителем Российского химико-технологического университета имени Менделеева. Ректор Казанского федерального университета Ильшат Гафуров провел встречу с руководителем Российского химико-технологического университета имени Менделеева. Все подробности далее. В Долине Менделеева будут реализованы проекты, которые были исходно разработаны в КФУ. То есть КФУ является разработчиком технологии, а Долина предоставит возможность ее масштабировать и создавать пилотные образцы. Здесь очень большое влияние и внимание уделяется фармхимии, медицинской химии, фармсубстанциям. Именно в этом направлении мы, прежде всего, надеемся, сотрудничать с Казанским федеральным университетом в области поиска и разработки новых фармацевтических субстанций. Казанский федеральный университет имеет огромный потенциал и возможности для дальнейшего сотрудничества не только с Центром Долины Менделеева, но и со Сколково. Так, самое эффективное и безопасное на сегодняшний день истероидное противовоспалительное средство для лечения артридов и артрозов, созданное учеными Научно-образовательного центра фармацевтика КФУ. Совместно с АО «Татхимфармпрепараты» в рамках федеральной целевой программы «Фарма-2020» КФУ получил патент на территории Соединенных Штатов Америки. Одна из основных особенностей Долины Менделеева – следование принципам зеленой химии при производстве, что подразумевает исключение материалов, веществ, побочных продуктов и отходов, оказывающих негативное влияние на окружающую среду. Ученые Института экологии и природопользования КФУ разработали технологию получения биочара из куриного помета, а также из подсолнечника, рапса и других растений. Разработки Казанского федерального университета заинтересовали коллег из Москвы. В ходе заседания было подписано соглашение о сотрудничестве, предполагающее совместную разработку продуктов для химической промышленности России. В китайском городе Уханье, где произошла вспышка нового коронавируса, оперативно строят специальную больницу для лечения зараженных новым типом пневмонии. Об этом и о других новостях в следующем сюжете. Первый полевой госпиталь на одну тысячу пациентов площадью около 25 тысяч квадратных метров строят в западном районе Уханя. Новое медучреждение позволит обеспечить заболевшим всю необходимую медицинскую помощь и изолировать больных от здоровых. Работы на стройплощадке начались пятницу, 24 января. На строительство отвели шесть дней. Здание обещают ввести в эксплуатацию к 3 февраля. Министерство науки и высшего образования России издало приказ о продлении каникул до 2 марта студентам, являющимися гражданами Китая, в связи с распространением коронавируса. По данным 30 января, всего в Китае заражены вирусом 7,7 тысяч человек и свыше 12 тысяч наблюдаются у специалистов с подозрением на коронавирус. Кроме того, погибли 170 человек и еще 170 выздоровели. Согласно источникам, в тяжелом состоянии находится 31 человек. Наша задача на сегодняшний день – это прежде всего задача, поставленная Всемирной организацией здравоохранения перед всем мировым сообществом, в том числе и перед медицинским сообществом. Это прежде всего не допустить распространения вируса на больших территориях других государств. Соответственно, что мы должны сделать, учитывая то, что сейчас прибывают группы студентов, которые уезжали на каникулы в Китайскую Народную Республику, независимо от того, какой расе, какому государству принадлежит студент, мы должны элементарно работать над соблюдением правил личной гигиены и, соответственно, коллективной гигиены для того, чтобы не допустить распространения вируса. Ну, не стоит забывать, что у нас сезон вообще респираторных вирусных инфекций. Несмотря на то, что мы привили от гриппа большое количество населения, и пока вспышки вируса гриппа нет, и, похоже, уже не ожидается, хотя все может измениться, но, тем не менее, респираторные вирусные инфекции, они традиционно в это время на нашей территории процветают. В Финляндии подтвержден первый случай заражения коронавирусом. Результаты анализов подтвердили 29 января у туристки из китайского города Ухань. 28 января китайские исследователи назвали 30 существующих видов лекарств, биологически активных натуральных продуктов и препаратов традиционной китайской медицины, которые, как предполагается, предположительно могут помочь в лечении пневмонии, вызванной коронавирусом нового типа. Тойота может остановить работу завода в связи с распространением вируса. Японская газета Nikkei сообщила о решении Тойота остановить свои китайские заводы до 10 февраля. Также Тойота решила пожертвовать Китаю медицинские маски и другие предметы первой помощи на сумму 10 миллионов юаней. Хонда, Форд и Ренолт также возобновят работу только 10 февраля и также задумываются о продлении этих каникул. Коронавирус обрушил российский крабовый рынок. Российские компании, занимающиеся экспортом краба, рискуют недополучить более 80 миллионов долларов выручки. Причина в том, что из-за эпидемии коронавируса жители Поднебесной перестали употреблять краб и вообще предпочитают не ходить в рестораны. 28 января в Воронеже госпитализировали двух человек с подозрением на коронавирус. Это 55-летняя женщина и 35-летний мужчина, которые недавно прилетели из Китая. Медики использовали средства противоэпидемической защиты, а сам пациент находился в изолирующем модуле. Заболевших доставили в инфекционное отделение областной детской клинической больницы. Коронавирус, повергший в панику целые страны, может попасть в Россию уже в феврале. Прогноз составлен исходя из ряда факторов. Передача вируса воздушно-капельным путем, высокий темп прироста заболеваемости, возникновение новых случаев, заболеваний в приграничных с Россией районах Китая и высокой активности миграции. В Китае назвали дату завершения вспышки коронавируса. Правительстве страны сообщают, что распространение вируса идет на спад. Предварительно сообщается, что вспышка коронавируса достигнет своего пика к середине февраля. Затем начнет снижаться и завершится к концу марта. Российские врачи нашли лекарства, способные помочь при лечении нового типа коронавируса. Минздрав рекомендует к применению трех препаратов для лечения взрослых. Лилия Баталова, Виолетта Басова, Универньюз. Казанский федеральный университет посетил известный ученый-методолог Петр Щедровицкий. Он прочел лекцию о философских основаниях современной педагогики. Подробности смотрите в сюжете нашего корреспондента. Петр Щедровицкий находится в Казани для развития сотрудничества с Казанским федеральным университетом. Так, 29 января при его участии в КФУ был дан старт первому этапу реализации инициативы «Прорывные проекты в образовании». Слушателями прошедшей вечером лекции стали сотрудники КФУ, задействованные в трансформации образовательной среды университета. Спикера аудитории представил ректор университета Ильшат Гафуров. Выступление Щедровицкого было логически разделено на три блока. Антология педагогики, представление о коммуникации, понимании, философии педагогики и системном мыследеятельности в подходе, анализ эффективности учебного процесса. У нас меняется платформа технологий новой промышленной революции. Просто меняется. На наших глазах появляются новые профессии, новые специальности, которые требуют других навыков и других знаний. Прежде всего спикер представил историю развития педагогики. Как заметил Щедровицкий, лишь век назад русский педагог Сергей Гессен начал формировать новую картину мира в своей профессиональной области. У нас с вами кардинально меняются сами люди. Это пока не очень заметно. Кажется, что они похожи на тех, которые жили сто лет назад. Но это уже люди, которые пользуются другими приемами, другими способами мышления. У них иначе организована психика. Они, грубо говоря, воспитаны и выросли в других условиях. То, что для меня в мои 60 лет является новинкой, для моих внуков – это та среда, в которой они родились, она для них органична. Новая педагогическая антология до сих пор не сложилась, но формируется в течение последних 150 лет, убежден известный методолог. И по сей день в рамках новой картины педагогики сделано очень мало. Среди важных вопросов, на которые пока нет однозначного ответа – учит ли школа мыслить, есть ли такой опыт у школы, задается ли она такой целью и каковы критерии измерения этого процесса. Камиль Гемоздинов, Леонард Авлитяров, Виолетта Басова, Универньюз. На этом у меня все. Не забывайте смотреть нас в социальных сетях. До новых встреч! Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова